Норильский полярный день Норильский полярный день Следом норильчан ожидают сумеречные ночи Затем в середину сентября в течение двух с половиной месяцев продержится нормальная смена дня и ночи А вот в конце ноября в городе воцарится полярная ночь Норильчане не увидят солнца полтора месяца Информация для автомобилистов Участок дороги от Комсомольской-1 до Комсомольской-3 будет закрыт Движение приостановят уже завтра, 27 июля Соответствующее распоряжение выпустила городская администрация Закрытие этого участка дороги связано с ремонтом магистрального коллектора Специалисты успокаивают Никаких неудобств норильчане не почувствуют Соответствующее распоряжение дорога закрыта до 1 октября В этот путь можно ехать со стороны Арктики, можно ехать со стороны бассейна Доступ к домам предусмотрен Автобус здесь не ходит, это внутримикровенная дорога 167 участков мировых судей в Красноярском крае подключат к IT-инфраструктуре Это значит, что жители Красноярского края смогут обратиться к мировым судям дистанционно В этом году будут модернизированы каналы связи и закуплено новое оборудование Что позволит проводить заседания в режиме видеоконференц-связи Также будут закуплены и установлены средства криптографической защиты информации Благодаря нововведения мировые судьи смогут принимать в электронном виде процессуальные заявления Направлять электронные исполнительные документы судебным приставам Проводить судебные заседания в онлайн-режиме Новшества особенно популярны в эпоху пандемии коронавируса Отметим, мероприятие реализуется в рамках регионального проекта края Информационная инфраструктура и нацпроекта «Цифровая экономика РФ» Сомнительный трофей 36-летняя норильчанка подозревается в краже спасательного жилета из самолета Следовавшего по маршруту Норильск-Новосибирск Радовалась сувениру женщина недолго Ее задержали на следующий день после инцидента Когда та собиралась на рейс Новосибирск-Бишкек По словам пресс-службы Управления на транспорте МВД России Жилет был обнаружен с помощью рентгеновской установки у женщины в ручной кладе Уже во время предполетного досмотра На допросе выяснилось, что пассажирка решила взять авиационный спасательный жилет на память о полете Как оказалось, страсть к спас-жилетам она проявляла и раньше В ее биографии уже есть судимость за аналогичное преступление Возбуждено уголовное дело, максимальное наказание до двух лет лишения свободы В преддверии юбилея северной ягоды на лыжной базе «Альгуль» стартует фестивальная неделя северного ленд-арта Команда специалистов природного искусства из объединения «Сибирское арт-пространство» прибыла в наш город из Новосибирска Чтобы подарить норильчанам 10 новых арт-объектов на экологической тропе Проект реализовывается при поддержке грантового фонда «Норникеля» «Мир новых возможностей» Как пройдет фестиваль и чего ждать горожанам, узнала Светлана Кудряшова Ленд-арт – это искусство, которое сочетает в себе художественные произведения и природу При создании скульптур такого направления используются только природные материалы Например, ветки и деревья, которые при сплетении воплощаются в различные силуэты Произведения ленд-арта уже давно украшают улицы множества городов России и зарубежья Теперь экоискусство прибыло и в Норильск Сам фестиваль должен был состояться год назад В связи с достаточно сложными условиями прошлого года нам не удалось его провести Но, с одной стороны, наверное, может быть, все, что не делается к лучшему Все-таки такой пятилетний юбилей двумя хорошими проектами, которые проходят сегодня Это здорово На счету специалистов сибирского арт-пространства уже не один фестиваль природного искусства по всему миру Однако признаются – этот ландарт самый северный Поэтому при создании арт-объектов мастера будут подстраиваться под суровые климатические условия Норильска Это не совсем будет возможен тот ландарт в классическом виде, который мы, например, могли бы сделать в каком-то другом парке, заповеднике или на природе Здесь мы немножечко будем использовать другие материалы Но обязательно внедрим тот местный материал, который ваши ребята-волонтеры собрали Всего в создании природных скульптур примут участие 10 команд, которые прибыли в Норильск с разных уголков страны Это Москва, Краснодар, Чебоксары, Новосибирск и другие Собирать новые арт-объекты мастера уже начали Работа продолжится до фестиваля «Северные ягоды» Очень часто мы работаем, пока светло Мы не уверены, что нас хватит К участию в создании природных скульптур мастера приглашают и горожан, как в качестве волонтеров, так и зрителей Кроме того, каждый желающий может попасть на лекции и мастер-классы специалистов, где сплетут свой экосувенир Стоит помнить, в связи с коронавирусными ограничениями количество мест ограничено Более подробно с информацией о лекциях и мастер-классах можно ознакомиться на сайте фестиваля «Северные ягоды» Светлана Кудрышова, Александр Буури, Норильские новости Им бы в небо! Сегодня в России отмечают День парашютиста Праздник неофициальный, но для любителей экстремального вида спорта знаковый Всего в нашей стране насчитывается более 10 тысяч человек, которые регулярно прыгают с парашюта Смельчаки есть и в Норильске На счету героя следующего сюжета более 200 прыжков С ним познакомилась Надежда Балдакова День парашютиста в России, пусть и неофициально, отмечают с 30-х годов прошлого века Тогда в Воронеже пять советских летчиков и механиков впервые совершили серию тренировочных прыжков самолета С тех пор участники парашютного спорта поставили немало рекордов Например, самый длительный прыжок в истории был совершен из стратосферы с высоты 38 600 метров А самый короткий всего лишь с 12 метров Раньше и над Норильской землей парили парашютисты Вот только парашютный клуб крылья Таймыра, который растил экстремалов, был закрыт пару лет назад Сейчас в Норильске похожей организации нет Именно в крыльях Таймыра начинал свой путь в мир парашютного спорта Григорий Паснов Первый прыжок он совершил более 20 лет назад Сегодня за его плечами уже 227 полетов Все начиналось с детской мечты Когда был маленький, с отцом пошли на какой-то праздник в Толнахино стадион Там прыгали парашютисты со спортивными парашютами, типа крыло И с самого детства мне захотелось прям прыгнуть с парашютом А с годами Григорий и опыта набрался, и высоту прыжка увеличил Более чем в пять раз Спортсмен начинал с высоты 800 метров Сейчас прыгает уже с 4500 метров Сегодня Григорий занимается парашютной акробатикой Ее суть в том, чтобы строить вместе с напарниками в небе фигуры из собственных тел Количество участников при этом может достигать до 200 человек При этом парашютист до сих пор помнит ощущения от первого прыжка Страха как такового не было Единственное, ловишь адреналин, когда именно на выходе с летательного аппарата То есть у тебя дух захватывает И вот эта тишина, которую ты слышишь уже после покидания летательного аппарата Вот это самое интересное Кроме ощущения полета и свободы, Григорию небо подарило еще и любовь Со своей женой Натальей парашютист познакомился в крыльях Таймыра Теперь пара покоряет небо вместе Я ее спросил по поводу высотомера Мне нужен был высотомер Вот я ее спросил Ну, соответственно, мы так познакомились в интернете с ней Я ей отправил денег Она мне купила его, привезла в Норильск Ну и дальше мы начали так общаться Сегодня в планах у Григория не только участвовать в региональных чемпионатах Но и ставить мировые рекорды Мужчина уверен, если захотеть, можно покорить любые высоты Надежда Балдакова и Евгений Жирнов Норильские новости В это воскресенье в Толнахе отметят День полярного жирафа Праздник хоть и неофициальный, но северянами любимый Его организовали после появления во дворе Толнахской городской библиотеки Жирафа Нония четыре года назад Жираф – художественное воплощение героя Стихотворения норильского поэта Эдуарда Нонина По белому снегу О жизни теплолюбивого животного за полярным кругом Каждый год Нония приглашает детей и их родителей на праздник Вот и в это воскресенье ребята смогут посетить театрализованное представление Принять участие в конкурсах и мастер-классах И даже сыграть мини-гольф Вход по пригласительным, телефон для справок на ваших экранах И к этому моменту у нас все Следите за нашими новостями на сайте Норильск.тв В студии была Анастасия Сидорова Всего вам доброго Вакцинация сделает нас сильнее Сегодня уже миллионы людей используют электронные госуслуги Потому что это позволяет экономить время Все функции собраны в одном месте А работа построена так, как это удобно вам Зарегистрируйтесь на портале, не выходя из дома И вы сможете проверить и оплатить штрафы ГИБДД Задолженности по имущественному и транспортным налогам Записать ребенка в детский сад или назначить приему врача Для регистрации вам понадобится ввести только паспортные данные и СНИЛС Для полного доступа к порталу и сайтам органов власти необходимо подтвердить вашу учетную запись Это легко сделать, обратившись в один из многочисленных центров регистрации Расположенных рядом с вашим домом Подтвержденная учетная запись гарантирует максимальное удобство И доступ ко всем услугам портала Включая получение загранпаспорта и регистрацию авто А также позволяет работать с сайтом Федеральной налоговой службы И порталом Пенсионного фонда России Госуслуги. Проще, чем кажется